Новое видео выходит каждый день в 20.00 Данный видеоролик на моем канале является сотым роликом в принципе, то есть именно вот этот ролик, который вы смотрите сейчас, он является сотым. Я так подумал, давайте я запущу этакий плейлист, этакий вот шоу, если так можно назвать, на моем канале, в котором я буду что-то рассказывать про вот именно мой канал, или именно про меня, или наподобие того. Вот так допустим, вот сотый ролик это какой-то ролик, там в частности вот сейчас пройдет про ролики на ютубе, допустим 250 ролик он будет о том, где я беру идеи, да и я думаю, что вы меня поняли, я думаю, что все карты в данном случае раскрывать не надо, так как вам будет неинтересно это смотреть. И так продлится вплоть до тысячного ролика, а если вы не знаете, что будет после того, как я выложу тысячный ролик, то посмотрите самый первый ролик на моем канале под названием «Начало», и тогда вы все в полном объеме узнаете, и будете уже обладать данной информацией. Сразу хочу сказать, чтобы вы не верили Social Blade, он как всегда лукавит, там написано, что у меня 97 видеороликов, однако никаких скрытых, удаленных, или роликов с ограниченным доступом у меня нету, поэтому, видимо, там как-то поздно обновляется информация, или наподобие того, вот. Поэтому хочу вам сказать, что данный видеоролик в самом деле является сотым роликом. Если вы вручную это посчитаете, то сможете понять, что в самом деле оно так и есть. И вы знаете, сегодня я бы хотел поговорить с вами про то, что меня бесит вот в каждодневном выкладывании видеороликов. Это даже не в каждодневном выкладывании роликов, а просто вот в выкладывании роликов. Я уверен, что это бесит ни одного меня, поэтому, если меня смотрят какие-нибудь GTA-самп-ютуберы, или в целом ютуберы, то, ну, я думаю, что вы примите это к сведению, возможно, согласитесь со мной, возможно, вы скажете, что вот эта вот часть занятия видеороликом, это самая любимая ваша часть. Однако, давайте начнем с небольшого экскурса. Вообще, из чего состоит вот создание видеороликов на YouTube, то есть до его полной загрузки и опубликования. Так вот, для начала ты придумаешь какую-то идею, в случае со большинством самперов они над идеей долго не заморачиваются, просто берут первое, что попалось в голову и снимают там капты или сборки, или еще какую-нибудь прочую хуйню, прочее говно и так далее. Вот, однако, ну, мы это не будем обсуждать. Так вот, вот, придумывается какая-то идея и начинает озвучиваться. Есть разные программы для озвучки своего, своих видео, для записи своего голоса. И, как мне кажется, вот именно записи своего голоса, это вот самая приятная вещь для меня. Я бы безумно хотел стать каким-нибудь диктором или озвучателем игр, сериалов, чего угодно, однако картовых дикторов их, в принципе, не бывает, и моим еще не суждено сбыться, к сожалению. Да и плюс у меня голос такой специфичный, поэтому я не думаю, что я бы подошел на роль какого-нибудь диктора или наподобие того. И мне дико нравится озвучивать видеоролики, вот прям весь процесс, когда ты перед вот тем, как записать ролик, настраиваешь микрофон, настраиваешь там все эффекты, чтобы голос записался максимально охуительно, и потом начинаешь все это записывать, смотришь вот, насколько ты на данный момент записал, смотришь какие-то там пики, не пики и так далее. Это охуительно, я обожаю озвучивать видеоролики. И для меня это прям, ну вот, самое охуительное, чем можно вот заниматься при создании видеороликов. Однако мы немного отвлеклись. Так вот, вот до опубликования ролика, видео проходит вот несколько этапов, как мы уже сказали, придумывание идеи, озвучивание, и дальше у нас идет монтаж. С монтажем самперы обычно тоже не запариваются, и многим самперам, вот они прям ненавидят монтаж. Ой, господи, опять сидеть за монтажом, монтировать. Вот мне тоже не нравится частенько монтировать, потому что надоедает, ты делаешь одни и те же монотонные действия. Однако, однако, могу вам всем дать совет. Для того, чтобы монтаж не надоедал, экспериментируйте. Ставьте какие-нибудь там, я не знаю, новые плагины, еще что-нибудь делайте, пробуйте там цветокоррекцию делать и так далее. Переходы какие-нибудь новые, это все очень сильно разбавляет монтаж. А если у вас во всем видео прямая склейка, там одна и та же музыка, то, естественно, монтаж видеороликов надоедает, и в принципе, не хочется этим заниматься. Однако, хочу вам сказать, не переусердствуйте в монтаже. Если вы видите, что ролик и так выглядит достаточно насыщенно, без какой-нибудь там моушен графики или наподобие того, то лучше ее не надо делать. Лучше, чтобы ролик выглядел максимально просто, но лаконично и без всего лишнего. Как пример, хуевого монтажа могу привести вам Луняшу, то есть у него постоянно какая-то, блядь, невозможная хуйня, просто для каких-то ебанутых, блядь, детей. Мне такие ролики абсолютно неприятно смотреть, однако я смотрю, дабы ознакомиться со всем этим и так далее. После того, как вы смонтировали свой видеоролик, вы переходите уже к загрузке видео на YouTube. Однако, и тут не все. У нас есть еще несколько этапов, вот один из этих этапов мой самый-присамый нелюбимый. Я прям вот до глубины души ненавижу этот этап выкладки роликов, однако я о нем вам еще расскажу. Так вот, вы загружаете свой ролик, либо в доступе по ссылке, либо в ограниченном доступе. Я чаще всего загружаю в ограниченном доступе, чтобы я там случайно не смог скинуть кому-нибудь ссылку. У меня такого не было, однако, ну я на всякий случай перестраховываюсь, чтобы ну мало ли что может быть. Вот, и ставлю видео в ограниченный доступ. После этого идет процесс SEO-оптимизации. Если кто не знает, то, ну вот, это тогда, когда ты подбираешь вот какие-то, какое-то название для видеоописания, теги, там, хэштеги в описании и так далее. То есть, это все SEO-оптимизация. Вы меня можете спросить, а для чего она нужна? SEO-оптимизация влияет на вообще, на сам видеоролик, вот, то есть, на полностью весь видеоролик. То есть, если вы сняли охуительный видеоролик, но при этом не поработали над SEO-оптимизацией, то ему будет сложнее, как бы, набирать просмотры и так далее. Что такое SEO-оптимизация? SEO-оптимизация, это блок похожих. Справа, вот, когда вы смотрите какой-то один, вот, отдельный какой-то видеоролик, справа у вас есть блок с похожими роликами, туда попадают ролики, вот, именно по SEO-оптимизации. А также, вот, немало вар, вот именно на это влияет SEO-оптимизация, это вот место в поиске. То есть, то, как ты подберешь теги, то, как ты подберешь описание, то, как ты подберешь название, это будет влиять на твое положение в поиске. Вот, допустим, вбивает человек скачать бандикам кряк. И если у тебя прописано название так лаконично, хорошо, и теги у тебя, соответственно, прописаны с этим, и у тебя будут ранжированные теги. Что такое ранжированные теги? Ранжированные теги, это теги, которые выдвигают ваше видео на какое-либо место по данному тегу. В общем, я не буду в это углубляться, если вы хотите побольше почитать про SEO-оптимизацию, или посмотреть видеороликов, на YouTube существует огромнейшее количество видеороликов, и так далее. Я думаю, что вы меня поняли. То есть, SEO-оптимизация, это все, что связано с видео на YouTube. В общем, кратко могу охарактеризовать этот пункт как метаданные, или наподобие того. Я думаю, что вы меня поняли. И это, наверное, второе, вот, если вот так вот составлять топ того, что мне нравится вот именно в создании роликов, это первая озвучка, а второе, SEO-оптимизация. Безумно нравится подбирать теги, безумно нравится делать какое-то охуительное название, и так далее. Вот данный видеоролик, допустим, наберет достаточно мало просмотров, потому что тут название абсолютно никому не интересно. Ну, какое я тут могу название сделать? То есть, которое никто не гуглит, какое-то вот чисто для своих людей, если данный ролик наберет хотя бы 100 просмотров, то есть, это уже будет успех для меня, потому что данный видеоролик, он чисто для своих. Он не рассчитан на какую-то новую аудиторию и так далее, только вот чисто для просмотра уже людьми, которые подписаны на канал. Однако, сейчас мы переходим к самому, блядь, для меня омерзительному и сложному этапу в создании видеороликов. Я прям вот ненавижу этот этап, возможно, ютуберы, которые смотрят меня, также согласятся со мной. Это создание превью. Я всегда оставляю это на последнее место, потому что создание превью это такая вещь, которая может тебя затянуть либо на 30 секунд, что ты сделаешь быстрый превью, но при этом оно будет хуёвое, либо на несколько часов оно тебя может затянуть, что ты будешь делать, делать там, делать какую-нибудь цветокоррекцию, накладывать цвет, накладывать Optical Flares, писать текст и так далее. То есть, с превью можно работать бесконечное количество времени, идеальным оно от этого не получится. Поэтому, лично я считаю, что чем проще превью, тем оно лучше. То есть, превью, оно что должно делать? Оно должно выполнять функцию этакой рекламы, чтобы человек смотрел на превью и такой, типа, блядь, вот превью выглядит охуительно, кликну-ка я на видос. И при этом, чтобы оно отражало суть видеоролика, потому что на ютубе заложенные метаданные ебут в жопу. Вот. И вы знаете, вот это вот самое моё нелюбимое, сука, создание превью. И, наверное, потому что ещё нету каких-то толковых, блядь, уроков на ютубе по созданию 2D превью. То есть, ударя на коронета, блядь, даже не говорите мне про этого человека. Сука, 3D текст, занимающий, наверное, 90% всего превью. Это полнейшее говно, сука. Это всё равно, что вы в паенте вот этой вот пшикалкой напишите тексты и поставите его, блядь, на превью. То есть, это полнейшее говно, я это, блядь, ненавижу. Я презираю этот 3D текст всеми фибрами своей души. Превью должно быть 2D, должно подходить по тематике ролика. И это очень сложно сделать. То есть, допустим, вот ролик про 100 видео. Как бы, что? Вот что я должен тут сделать? Или ролик там про Данила Герреру. Что я должен тут сделать? Логично, что поставить Данила Герреру, но куда? Как? Как подобрать цвет? Свет, вернее. Ну и цвет тоже. Как там настроить Optical Flares? Как сделать цветокоррекцию? Это все очень сложно. То есть, превью, оно делится также на несколько этапов. По типу, там, задумка. Там, я не знаю, разработка, макеты, наброски и так далее. И вот постобработка. Что-то наподобие того. То есть, вот я прям, я ненавижу всеми фибрами своего тела превью. Это настолько убого. Это настолько пиздец, что я даже не знаю. И можете мне не писать, что можешь обратиться к дизайнерам и так далее. Эти ебаные дизайнеры делают такую посредственную хуйню, за которую нормальный человек даже деньги не возьмет. Вот нормальный человек просто заплатит деньги, чтобы эту хуйню забрали. Блядь, это невозможное говно делают эти ебучие дизайнеры. Либо я с ними не могу нормально договориться, либо они в самом деле делают какое-то полнейшее говно. Потому что то, что видел я, это, блядь, не превью. Это какой-то собачий кал, блядь. Я не знаю, вот что можно с этим сделать. Это вполне... То есть только вытереть жопу, блядь, этим превью можно, которое эти дизайнеры рисуют. А самому мне, то есть я всегда... Я так, блядь, ненавижу делать эти превью. Я понимаю, что я загрузил ролик, я сделал свою оптимизацию, сделал описание, всё сделал. А сделал такой, знаете, более-менее качественный ролик, ну, к 8 часам, как бы, качественный, какой-то мега качественный ролик сделать не получится. Просто простенький монтаж, абсолютно просто информативный ролик. И, сука, превью. Я так, блядь, это ненавижу. Я бы отдал всё на свете, чтобы когда ты заливаешь ролик, превью делалось вот само. И то, которое тебе бы подходило, то, которое было охуительно, а не вот три каких-то рандомных картинки из видео. Это полнейшее говно. То есть я бы отдал всё на свете, чтобы там какой-нибудь искусственный интеллект анализировал там название, описание, теги, видео, и на основе этого делал превью. Вот это было бы действительно охуительно. То есть, и, блядь, я на это надеюсь. Возможно, в каком-нибудь недалёком будущем какой-нибудь там Илон Маск изобретёт что-то подобное, но мне в это крайне не верится, что такое когда-то будет. Однако, поживём, увидим. Это был сотый ролик. Я надеюсь, вы узнали то, что мне не нравится в выкладке роликов каждый день в 20.00. Вот. Если вы хотите заниматься Ютубом, занимайтесь, но превью делать это та ещё срань. Делитесь своим мнением в комментариях по поводу превью. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok